И последний слайд это по поводу организации самого проекта. То есть я так понимаю, что все-таки люди здесь собрались разные, да, те, кто уже пособирал данные, те, кто уже их почистил, и те, кто их заново собирать будет, да, скорее всего. Поэтому есть такая заготовка небольшая, то есть из каких этапов строится сам проект сбора вот этих вот справочников данных, необходимых для работы у нас утащит. Ну, наше обобщение такого опыта, как мы пытаемся строить свои проекты у заказчиков. То есть первая задача – это предоставительная оценка количества данных. Вы понимаете, чтобы оценить сроки и вот эти вопросы детализации глубины данных, вы должны понимать вообще, сколько у вас этих данных. Потому что, так сказать, расписывать редукторы до зубчатых колес – это занятие увлекательное, но времени просто может не хватить. Поэтому первая задача – это оценить, сколько у вас этих объектов будет. Будут ли там киповские приборы, будут ли там только механика, либо только двигатели. То есть эта задача занимает где-то 2-3 недели, вообще говоря, понять, что вы хотите в системе видеть. Вторая задача – это то, что я показал, технические организационные решения для сбора данных. Это вопросы, вот я попытался рассказать, правда, быстро. Это Excel-и, это вот такие акселераторы, либо это ASU-TAIR непосредственно. В принципе, наверное, преимущество использования не ASU-TAIR я показал. То есть такие фокусы в 1С или в САПе вы не сделаете никогда. Третий этап – это все-таки разработка целевого состояния, то есть в какой системе вы будете использовать, чтобы набор справочников соответствовал возможностям той системы. Это вот две задачи. Целевая концепция использования данных и предварительное согласование полей. То есть там много бывает нюансов. Это допустимость языков русский, английский, это символы специальные. Следующая задача – это понять, откуда вы берете данных. Я вот здесь, опять-таки, настаиваю на том, что для того, как собирать данные, вы должны их сложить, источники, в какое-то одно место. Если это регламенты производства, вы должны у производственников выяснить, есть ли у них действующие регламенты, потому что оттуда берется перечень иерархии вот этих объектов, участков, подразделений. У механиков понять, есть ли у них данные по оборудованию, собственно, паспорта, либо какие-то регламенты. Это вот такая задача, которая нетривиальная. Соответственно, следующий этап – это разработка начальных классификаторов, то есть когда стартует проект, понятно, что в нем будут насосы центробежные, я вас уверяю, точно. И будут вентиляторы. Поэтому какой-то набор стандартных справочников вы можете либо взять готовый, либо, соответственно, сделать его, опять-таки, с нуля. Чтобы пользователи понимали, о чем речь при этом сборе данных. Переносы данных из систем исторических, когда не хочется потерять эти данные. Собственный этап сбора данных – либо операторы, либо сами механики, что не рекомендуется. То есть некие люди, которые садятся за компьютер и в течение полугода переносят эти мощности приводов в некие таблички. Очистка унификации, ну, я не стал показывать. Вот в нашей системе есть разные такие штуки поиска вот этих дублей русских, английских языков, именно в записях, которые не видны. То есть когда глазами смотришь Excel, там вроде бы все по-русски, на самом деле там все по-английски написано. Это для нормальных систем, это мусор, такие записи. Соответственно, дальше загрузка в Асутаир и поддержка данных. Труковой сценарий, если вы хотите получить законченную там базу данных, оборудование, техкарты, дефекты у себя. Субтитры создавал DimaTorzok